Здравствуйте, уважаемые наши слушатели! Мы предлагаем вашему вниманию вторую передачу про Карлу Эстраду. В нашей первой передаче мы разобрали первые пять ее сериалов. Теперь будем рассказывать о ее работах в 90-х годах. Поскольку эти годы для Карла Эстрады были очень благотворными, начинаем с «Аллюром». Карла Эстрада первый раз получила в свое полное распоряжение «Прайм» в 9 часов вечера и сделала телесериал «Ничья любовь» «Амор де Надье». Если в первых своих сериалах Эстрада работала в основном с молодежью, за что ей очень большое спасибо, потому что она открыла с десяток новых имен, то в сериале «Ничья любовь» она призвала на помощь тяжелую артиллерию в лице супер-мупер-бупер-звезды Лусии Мендес на главную роль. Лусия Мендес к тому времени уже была живой легендой, артиллерия была действительно тяжелой. Сериал вообще был классный, хотя бы судя по описанию. Потому что сценарий для этого сериала написал Эрик Вон, очень большой специалист по оригинальным сюжетам. Эстрада с ним уже работала на телесериале «Любовь в тишине», но в «Аморде Надье» он перещеголял даже эту самую любовь. Почему? Потому что главная героиня этого сериала имела... Если сказать, что она имела бурную личную жизнь, это значит не сказать ничего. Потому что героиня на протяжении сериала сменила трех мужей. Умудрившись по пути, дважды забеременеет люди от этих мужей. В общем, сюжет сериала абсолютно улетный. Очень жаль, что его нигде не достать. Сериал все-таки не имел ожидаемого успеха, несмотря на классный кастинг. То есть помимо Лусиа Мендес, там еще играли Сауль Лесасо и Фернандо Альенде. Как раз играли мужей ее героини. Успеха сериал ожидаемого не имел, то есть прошел с весьма средними рейтингами. Но за сюжет Эстраде респект огромный. Потому что такое в телесериалах встретишь вверх. Далее. Мы переходим на год 92-й. В 92-м году Эстрада снялась сериал «Навстречу солнцу». Сериал оригинальный, опять же. Но на этот раз автором был Ренем Муньюз. В главных ролях Мария Сарте и Ангелика Арагон. То есть они там сыграли двух лучших подруг. Судя по сюжету, сериал тоже был достаточно интересным. Потому что Мария Сарте и Ангелика Арагон сыграли двух подруг, у которых уже взрослые дочери. И, соответственно, у них с этими дочерьми хватает проблемы. С личной жизнью тоже их хватает. Сериал был оригинальным, опять же. Это очень хорошо. На самом деле, особенно учитывая то, сколько ремейков мы видели за последние годы. Ох, лучше не вспоминать. Он шел 8 часов и имел действительно успех просто огромный. Эстрада на этот раз получила очень большие рейтинги. Она получила все премии, которые только можно вообразить. В том числе их получили все актеры из ее новой теленовеллы. И попутно, разумеется, эстрада не могла не снимать молодых актеров. В частности, в этом сериале одной из своих первых в мире провести был Эдуард Санитамарин. Сериал «На встречу с Сорсу» еще был чем примечателен. Позднее эстрада сняла его продолжение. То есть в мире сериалов это очень большая редкость. Но о продолжении мы будем говорить в свое время. Итак, год 93. В 93-м году эстрада снимает сериал «Бедные родственники» «Лос Парьентес Кобрас». А в этом сериале она возвращается к работе с одной из своих любимых актрис Лусера. Этот сериал также был оригиналом. То есть его актором была Лилиана Абут. Сериал шел в 7 часов. Сериал имел очень большой успех, опять же. И достаточно оригинальный сюжет. По синопсису это был такой смягченный вариант сериалов, как Тереса и Руби. То есть главная героиня там тоже такая достаточно прагматичная девушка. Ну, разумеется, к финалу она приходит к выводу, что все-таки любовь важнее, чем деньги. Но героиня там была достаточно интересная. Ее партнером, партнером Лусера, в сериале «Бедные родственники» был, опять же, один из любимых актеров эстрады Мастола Гуарди. Я на самом деле очень удивилась, когда увидела, сколько сериалов Карла Эстрада с ним сделала. «Бедные родственники» до сих пор пользуются достаточной популярностью, потому что героиня там очень интересная. Мне она понравилась. То есть она, конечно, не такая стерва, как Тереса, но все-таки характер у нее есть. За что эстраде большое спасибо. Год 93. Как раз на этот год пришелся сериал «Там за мостом». Это было как раз самое продолжение «На встречу солнцу». То есть те же исполнители в главных ролях. И надо сказать, что продолжение вышло, опять же, очень успешным. То есть рейтинги были хорошие. Но это был 93-й год. А в 93-м году вышел сериал «Дикое сердце». А сериал «Там за мостом» не повезло идти с ним в один и тот же период. Как говорится, не надо снимать лучший фильм в своей жизни в год, когда выходят «Унесенные ветром». Поэтому сериал «Там за мостом», несмотря на высокие рейтинги, достаточно высокие рейтинги, все-таки оказался в тени «Дикого сердца». И премии, опять же, не получил, потому что все премии в этом году на всех-всех-всех фестивалях собрало «Дикое сердце». Еще бы, да. Переходим на год 95-й, и там у нас сериал «Алондра». Анна Ковчева в главной роли, да. Сериал классный, я его в свое время смотрела, это был вообще отпад, потому что сюжет там офигенный. Теленовелла историческая, и автор этой теленовеллы Иоланда Варглаз-Дурча. У нее достаточно интересные сюжеты, и эстрада в будущем еще будет с ней работать. Ну так вот, героиня Анны Ковчева «Валондри» была офигенной, особенно на фоне других героинь мексиканских телесериалов. Почему? Потому что, когда в 95-м году героиня мексиканского сериала, полсериала «Мечется между мужем и любовником», да, это было на тот момент супер. Сериал был успешен, но не так успешен, как предшествующий ему исторический сериал «Дикое сердце». То есть эстрада, посмотрев на успех «Дикое сердце», решила снять свой исторический сериал, первый исторический сериал своей биографии, но большого ожидаемого успеха он не имел, скорее всего, из-за того, что тема была достаточно скользкая, особенно для мексиканского зрителя. И долгое время эстрада думала, что с историческими сериалами ей не по пути. Но передумала, и большое ей спасибо. Но до этого мы еще дойдем. В году 95-м эстрада запускает сериал «Уза любви», главной роли Лусера. Это был оригинал, и оригинал был на этот раз 100% оригинальный, потому что Лусера сыграла в этом сериале тройняшек. Три абсолютно разные и достаточно интересные героини. Причем на главную мужскую роль эстрада пригласила венесуэльца – Голлана Луиса Хосе Сандантера. И он был партнером. Лусера был Голланом одной из трех героинь ее. Сериал был в 95-м году успешен очень. Опять же, премии получил, но все-таки ложечку дегтя надо добавить, потому что в свое время журнал «People and Espanol», достаточно популярный испаноязычный журнал, провел опрос и, к сожалению, были названы одним из самых провальных сериалов, который когда-либо шел. Это почему же? А вот сама удивилась опросу, но действительно цифры были такие, что «Уза любви», в общем-то, спустя годы народ не слишком уважал. Хотя на фоне очень многих шедевров телевизма, шедевров, разумеется, в кавычках, «Уза любви» смотрится оба голову. В общем, мексиканского зрителя иногда бывает не понять. Его клинит иногда. Разумеется. А мы идем дальше. Мы идем в год 96-й. В году 96-й эстрада делает свою версию знаменитого сюжета «Дели Фиало». Версия называется «Те Сиго Аманду». То есть в нашем российском прокате сериал назывался «Мне не жить без тебя». В главных ролях Клаудио Раминус и, опять же, Луис Хосе Сантантер. Наверное, эстраде понравилась ему работа. Тем более, что в «Узах любви» он был достаточно успешен и даже премии какие-то получил. В общем, на этот раз мексиканский зритель, по крайней мере, сразу не высказал аллергии на Голлана из другой страны. Ну так вот, что касается «Мне не жить без тебя». Сериал был достаточно классический. Стоит сказать, что это был один, наверное, из первых сериалов, где был достаточно черный злодей. Один из первых сериалов «Эстрады». Где был очень черный злодей, но он благодаря харизме Серхио Гори получился просто классным. То есть он затмел главных героев насчет раз. Гори так всегда делает. Ага, я когда этот сериал смотрела, я видела только Серхио Гори, потому что персонаж у него был классный. Он так вот постепенненько, постепенненько, постепенненько скатывался к своей черноте, то есть сразу он гадом не был. Он был просто очень жесткий. И было очень интересно наблюдать, как он сначала там один проступок совершает, потом другой, потом третий, а потом эти проступки на него валятся, как снежный ком. Первого человека я застрелил в пять лет, а потом пошло-поехало. Верно. Это было как раз из этой оперы. Тельновелла прошла хорошо, но не сказать, что пользовалась очень большим успехом. Но Карла Эстрада до сих пор очень любит эту работу и называет ее одной из своих любимых. В общем, сериал доступен, по крайней мере, на испанском. Наши зрители могут его заценить. А мы тем временем переходим на год 1997. В 1997 году исполнилось 10 лет теленовелле «Пятнадцатилетняя», в которой Карла Эстрада открыла всему миру Аделлу Нарьего. Теленовелла «Пятнадцатилетняя» имела успех дичайший. С того времени Аделла Нарьего где только не работала. И, наконец, в 1997 году Карла Эстрада вернулась к сотрудничеству с одной из своих самых любимых актрис. И они вместе сделали теленовеллу «Мария Изабель». Это была третья подряд теленовелла, в которой Карла Эстрада сотрудничала с Голланом из Венесуэлы. На этот раз им был Фернандо Кори. Сериал «Мария Изабель» на самом деле очень интересный. Автором новеллы была Иоланда Варгагдульча, как и в случае с Аломдрой. И 60-серийная теленовелла была достаточно динамичной, была абсолютно не штампованной, но, к сожалению, не имела достаточного успеха. То есть чисто на мой субъективный взгляд, это один из самых недооттененных сериалов, которые когда-либо шли. Потому что, если смотреть по сюжету и по исполнению, это был просто первый класс. Но, к сожалению, рейтинги это не подтвердили. Очень жаль. И вот, наконец, мы переходим на год 98-й, когда Эстрада сняла абсолютнейший и непревзойденнейший шедевр, который я лично обожаю. Шедевр назывался «Привилегия любить». Супер-сериал, просто потрясающий, про который можно говорить бесконечно. Разумеется, главной удачей новеллы была Элена Роха, потому что это была потрясающая актриса, в потрясающей форме, по-прочему, есть. Но тогда она была абсолютно на пике. И Карла Эстрада в своем сериале делала упор именно на нее. Если в оригинальной целеновелле «Кристалл» упор делался на дочку, главной героине, которую сыграла тогда Женет Родригес, то «Привилегии любить» упор делался не на Аделлу Нарьегу, а на Элену Роха. То есть Нарьега, она была главнее в титрах формально, но в сериале, конечно, на первом месте была героиня Элены Роха, потому что это был образ просто шикарнейший, и это было абсолютно шикарнейшее воплощение. Как Роха сыграла, это словами просто не описать, лучше видеть. И какая у нее была шикарная пара с Андресом Гарсией, это было просто сумасшествие. То есть химия там была просто невероятнейшая. И они показали, что 50-летние актеры в ролях 50-летних героев могут создать такую любовь и такую химию, что рядом с ними Нарьега со своим партнером Редес Стриплером вообще меркли. Их как будто не было. Какие у них там страсти, это не важно. Главное были у Сиана и Андрес, то есть герои Элены Роха и Андреса Гарсия. Суперпара, одна из лучших, которую я вообще когда-либо видела. Стоит сказать, что «Привилегия любить» имела успех просто сумасшедший, то есть рейтинги за все время показа стабильно были за 30 пунктов, а финал собрал чуть ли не 40 пунктов. То есть это был успех просто сумасшедший. И «Привилегию любить» до сих пор повторяют неустанно и всегда она дает рейтинги. То есть это такой неустаревающий шедевр. Его стоит посмотреть, потому что словами тут не описать. Сериал получил ТВ и новеллы с премией. Все практически, что номинировался, то есть получили все без исключения актеры, вернее нет, исключение одно есть. Стриклера он не получил. И не получил, кстати, заслуженно, потому что у него герой был серый, неинтересный. В общем, на фоне того пиршества актерской игры, которую организовали Лена Рохан и Андрес Гарсия, Стриклера как будто не было. А Нарьега, ну что Нарьега? Ну, как обычно, плакала-плакала. Ну, мы все знаем, чем она в сериалах занимается. Ничего другого она не умеет. Ага, ну плакала, кстати, на хорошем уровне, поэтому премию так и отхватила. Но вы бы видели, как зал аплодировала Лене Роха, когда она за своей стойкой вышла, потому что вообще это была королева. Это, конечно, актриса просто сумасшедшего уровня. А «Привилегия любить» невероятнейший сериал, то есть на мой взгляд это вообще лучшее, что сделала эстрада за все время. Ни один сериал ее для меня «Привилегию» не перешит. Потому что Роха – это космос. О «Привилегии» мы в свое время еще поговорим, а сейчас мы переходим на год двухтысячный. После такого успеха, как «Привилегия любить» Карли, конечно, было очень сложно и выбирать сюжет, и работать, потому что после «Мега успеха» очень сложно подтверждать, что ты можешь его повторить. И поэтому теленовели «Моя судьба – это ты» изначально завидовать не приходилось. Потому что какой бы она ни получилась, она бы все равно вышла хуже, чем «Привилегия». Ну, в общем-то, так и вышло. Эстрада в этом сериале работала с Лусе. Одной из своих любимых актрис. Всего они сделали пять сериалов. И на этот раз партнером Лусера был Хорфис Алинас. Да, актер достаточно противоречивый, который может сыграть хорошо, но чаще всего это у него не выходит. Чаще всего, да. Но в этом сериале, кстати, надо сказать, что Салинас справился довольно неплохо. У него и герой был достаточно приличный, и сценарий был хороший. Но, разумеется, успеха «Привилегии любить» «Моя судьба – это ты» не повторила. И в конце, мне кажется, эстрада уже начала потихонечку подзабивать на этот сериал. То есть там и сценарий стал похуже, и актеры несколько расслабились. То есть поняли, что, ну а что, успеха не повторить, даже не приблизиться. Надо было просто достойно этот телесериал завершить. К концу там ставило достаточно много штампов. То есть начинался этот сериал бодренько, был оригинальчиком. Поначалу там все было нестандартно, но потом съехали, к сожалению, посредственность. Рейтинги были достаточно неплохие. То есть, в принципе, на этот раз Карла Планку взяла, правильно. Но суперуспеха у нее не вышло. В общем, если смотреть на 90-е годы в карьере Карла Эстрады, то нужно сказать, что у нее было очень много успехов. Было несколько мега успехов. В общем, она сделала уже себе имя. И к тому моменту, когда ее основные конкуренты только начинали, Карла Эстрада уже была Карлой Эстрадой. На этом мы заканчиваем нашу вторую передачу. Потому что надо же оставить материал для третьей. В 21 веке, к сожалению, Эстрада уже начала потихонечку сбавлять темп. И сериалов у нее было поменьше. До свидания. До скорых встреч.